Меня зовут Мария Ковригина, я солистка ансамбля индийского танца «Дости». Я занимаюсь танцами с 5 лет. Так получилось, что моя мама, спасибо ей огромное, отдала меня в 5 лет в студию индийского танца «Руна» в городе Находка, в которой я прозанималась 16 лет, и два последних года из них я преподавала. Когда я достигла определенного уровня мастерства, мой педагог предложила мне вести занятия. Индийские танцы можно разделить на три большие группы. Первая группа — это классический танец, вторая группа — это народный танец, файлор, и третья — это то, что мы привыкли видеть в индийских фильмах, то есть Болливуд, эстрадный танец. Существует 8 стилей классического индийского танца. Я танцевала североиндийский классический танец «Катхак», для которого характерны четкие ритмы ног, плавные движения рук и головокружительные повороты. Сейчас я танцую в ансамбле индийского «Дости», который базируется на южно-индийском классическом танце «Бхаратанати». Особенность южных стилей в том, что они танцуются в полуприседе. Для северного классического танца «Катхак» характерны костюмы более закрытые. Это может быть даже платье с длинным рукавом, либо это может быть отдельный топик и юбка. У танцовщиц, которые исполняют южные стили, к штанам прикреплен особенный веер. И когда танцовщица садится в плие, он очень красиво раскрывается. В астрадном костюме нет никаких ограничений. Мы можем видеть как исполнителей в классических костюмах, так и в современной одежде, в джинсах, в кроссовках и так далее. Индийский танец богат жестами рук, ритмами ног и работой и актерским мастерством. Для того, что я танцую и преподаю, я еще шью индийские костюмы. Как же я рисую мехенди – это искусство нанесения рисунков хной по телу. Некоторые рисунки мехенди имеют свое значение. Например, лотос – это символ процветания. Для меня сложнее всего шить верхнюю часть костюма, то есть лиф. Я шую не только себе, иногда на заказ. Каждая фигура имеет свою особенность. И четко посадить костюм на фигуру – это сложно. К сожалению, стереотип, что индийский танец – это только про джимми-джимми, существует. Но это древнее искусство, соединяющее в себе театральное мастерство, богатую танцевальную лексику и, конечно, музыку. В Индии много языков, бесчисленное количество диалектов. Но самыми главными языками являются хинди и английский. Хочу поздравить всех девушек с вашим мартом на хинди. Антараштрия махилая деваски шубка мне. Субтитры подогнал «Симон»